Здравствуйте! Как разобраться в нововведениях оплаты за коммунальные ресурсы? Почему управляющие компании и советы домов часто не находят общего языка? Об этом говорим сегодня в нашей студии руководитель Самарского регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских. Мы в прямом эфире. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый вечер. Ну давайте начнем с такой темы, злободневной. Я бы сказала, что это оплата за общие домовые нужды. Во-первых, что туда входит, за что мы платим и что изменилось? Потому что вот слышится много претензий от некоторых, что даже больше стали платить. Ну давайте так. Общие домовые нужды это было до 1 января 2017 года. С 1 января 2017 года вот эти общие домовые нужды стали жилищными услугами. И они перешли в структуру платежей за жилищные услуги, в содержание конкретно. То есть сейчас это называется не общие домовые нужды, а допустим использование холодной горячей воды для общего имущества квартирного дома. Что это такое? Это в принципе то же самое осталось. Только из коммунальных они перешли в жилищные. В чем разница? В чем разница? Разница в том, что в коммунальных они считались по кубическим метрам или гекакалориям, то теперь в жилищных они считаются из расчета на один квадратный метр площади квартиры. Вот и все. Значит больше или меньше стало. Значит в соответствии с последним постановлением, поправками в жилищный кодекс, начисление платы за так называемые общедомовые нужды, мы так будем называть, чтобы было понятно людям, да, значит происходит из расчета норматива определенного на эти общедомовые нужды. То есть для каждой категории домов в соответствии с приказом Министерства энергетики и ШКК определены нормативы на холодную воду, на горячую воду, электроэнергию. Процесс расчета следующий. Он простой достаточно, но тем не менее многие не совсем правильно понимают это. Берется норматив, допустим 0,045 кубических метров холодной или горячей воды. Умножается на площадь мест общего пользования. Холодная и горячая вода рассчитывается исходя из площади подъездов, только подъездов. Берется, допустим, 200 метров площадь подъездов. 0,045 умножается на 200, получается 9 кубических метров. Вот это 9 кубических метров должны распределить на всех проживающих в доме. То есть на все квартиры вот эти 9 кубов распределяется пропорционально площади их квартир. Понятно. Кажется, все просто. Но вот я прочитала сегодня заметку из Омска. Жители Омска после перехода платы по ДН введения управляющих компаний стали жаловаться на баснословные цены за эти услуги. Причиной такой ситуации существенно завышенные к реальному потреблению коммунального ресурса действующие нормативы. Новые должны быть установлены до 1 июня. К тому же некоторые УК намеренно решили извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Ну, то же самое и у нас. Но я скажу, что по холодной и по горячей воде особых проблем нет. И вот сколько я смотрел квитанции, распределение идет достаточно небольшие объемы. И стоимость холодной и горячей воды на ОДН, так называемая, оно незначительная. Единственная проблема у нас с электроэнергией. Вот почему? Потому что если мы говорим о холодной и горячей воде, там четко прописано норматив, умноженный на площадь подъездов. Все. Когда речь идет об электроэнергии, то там написано, а норматив, умноженный на площадь жилых и нежилых помещений, мест общего пользования, там, где есть система электроснабжения. И вот некоторые управляющие компании пошли по такому пути. Они смотрят, где система электроснабжения есть? В подвале. Там лампочка горит. На чердаке где-то горит лампочка. Они все эти площади еще добавляли, и объем получался достаточно большой. Вот одна последняя жалоба с Чапаевска, правда, но стоит прибор учета, общедомовой прибор учета, электроэнергии. Он показывает, что места общего пользования получили в месяц 100 киловатт. Использовали вот на освещение подъездов, 100 киловатт было израсходно. Но управляющая компания начинает рассчитывать по нормативу, и получается, что израсходовано по этому дому электроэнергии по нормативу 7 тысяч киловатт. Разница есть? Разница большая. Поэтому и второй момент, который возник. А как быть, если на доме стоит общедомовой прибор учета? Холодной воды, горячей воды, электроэнергия. Управляющие компании начали исполнять требования и постановления сразу по нормативам начислять. Вот в связи с этим возникла проблема. Люди говорят, а почему стали больше начислять? Вышли мы, вот региональный центр, общественная палата, вышли мы на министерство на наше. И вместе с министром энергетики ЖКХ мы подготовили и отправили в адрес министра строительства и ЖКХ Российской Федерации имения письмо с просьбой, дайте разъяснение, как же все-таки производить начисление. Если есть в доме общедомовый прибор учета. Получили мы ответ. Он пришел циркулярно. По всем, видимо, проблема такая касалась многих. Там четко прописали в этом письме, что если стоит общедомовой прибор учета, то расчет ведется по показанию общедомового прибора учета. Да, вот это понятно. Они по нормативу. Даже если этот общедомовый прибор учета показывает больший объем. То есть мы посчитали, что по нормативу, допустим, на наш дом должны начислить 9 кубов холодной или горячей воды. А счетчик показал разницу. Допустим, 12 кубов. Нам все равно, собственникам, должны начислить 9 кубов. А 3 куба, вот эти оставшиеся, эта управляющая компания должна оплатить сама. Потому что это называется потери. Понятно. К нам уже поступают вопросы от телезрителей. Продолжайте звонить, у нас еще есть время. Галина спрашивает. Муж военный пенсионер, ветеран боевых действий. Так, про пенсию. Наверное, к вам это отношение не имеет? Нет, пенсии нет. Положено ли ему ЕДВ? К вам? Нет. Это вопрос у нас по плате за ЖКУ. Давайте вот так и... Нет, ну по плате за ЖКУ я тоже думаю, что сейчас вопрос решается. Да, в принципе, в зависимости от того, у кого какая льгота. Есть льготы, допустим, 50% за жилищные услуги. Есть льготы 50% за жилищно-коммунальные услуги. 30% за жилищные, 30% за жилищно-коммунальные. На одного члена семьи, на нескольких членов семьи, на всех членов семьи. Ситуацию нужно индивидуально разбираться. Мы просили министерства представить нам вот эту вот сетку по каждой льготе. Кому что положено. Мы готовы были, как общественная палата, как региональный центр, подставить туда сумму тарифа, допустим, норматива. Исходя из регионального стандарта. И тогда каждый бы видел, что он должен получать в качестве ЕДВ. Какую сумму получать. Ждем, надеюсь, что они пришлют нам. И мы сделаем такие буклеты, по крайней мере. Да. Так, когда заработает личный кабинет на ГИС ЖКХ, Михаил спрашивает еще. Назовите, пожалуйста, как правильно пишется этот сайт. Ну, просто набирается ГИС ЖКХ. В поисковике. В поисковике, да. И оно идет, да. Официальный сайт ГИС ЖКХ. Особенность такая, что с 1 января 2018 года наступает ответственность управляющих организаций, это управляющие компании ТСЖ и ЖСК, за то, что они не внесли туда данные. То есть это должно было наступить сейчас, 1 января 2017 года. Но в связи с тем, что большой объем туда надо внесить, и многие просто не успели этого сделать, значит, дали еще год на то, чтобы управляющие компании ТСЖ и ЖСК внесли туда все данные. В этом ГИС ЖКХ будет очень много информации по дому. Сколько средств собрано, какие виды работ делались, какие собрания проходили, какие решения принимались, что из себя представляет этот дом, площади все и прочее, и прочее. То есть там вся информация. Но это федеральный сайт. Это федеральный сайт, да. Но в наш регион там присутствует все вот это. В наш регион присутствует, управляющие компании, уже многие туда внесли данные, но еще раз говорю, не до конца. Валентина интересуется, как будет исчисляться полив газонов возле подъезда? Значит, полив газонов будет исчисляться, исходя из показаний общедомового прибора учета. Если он есть, если нет, то по нормативам. Значит, кстати, вот... Но выгоднее поставить все-таки вот прибор общедомовой. Общедомовой прибор учета, тем более, что... Потому что нормативы, получается, что они дороже выходят. Да, да, да. Тем более, что получается как, что те, кто не установит общедомовые приборы учета, имеются в виду индивидуальные и общедомовые, то при расчетах платы будет при нем применяться повышающий коэффициент, полтора. Значит, на сегодня это Тольятти, Новокуйбышевск, Кеннели и Сызры. Там уже может применяться этот повышающий коэффициент. А Самара и все другие муниципалитеты, это с 1 января 18-го года. 19-го года, извините. То есть там, где не будут стоять приборы учета, будет повышающий коэффициент. По нормативам, вот я не дорассказал, вот по ОДН, как мы говорим, да, у нас они уже новые готовые нормативы, они еще не отрегулированы, то есть не приняты приказом, но они находятся в стадии обсуждения. Я смотрел эти нормативы, они, в принципе, по сравнению с теми, что сейчас действует, ниже на 30%. То есть на 1 треть они меньше. Но добавляется еще один норматив на водоотведение. То есть если брать в целом, то, в принципе, будет тот же объем. Хотя стоимость оплаты будет меньше. Но вот на заседании Общественного совета при Министерстве энергетики и ЖКХ выступили мы с инициативой, и Министерство поддержало, что вот этот норматив на водоотведение, и есть еще один норматив на подогрев, значит, может применяться с 19-го года. И я думаю, Министерство сейчас пойдет на это, и у нас получится ситуация, что нормативы реальные, холодная, горячая вода, электроэнергии будут на 1 треть меньше. У нас часто такие ситуации в подъездах. Две или три квартиры отгораживаются, значит, общий коридорчик, закрытая дверь, и вот в этих квартирках установлена своя лампа, которая горит утром, ночью. Ну, никто там, даже, мне кажется, выключателей нет, просто вот как-то выводится. Это как-то вот можно регулировать? И вообще вот такие вопросы возникают? Или там минимальные какие-то изделия? По большому счету, вообще-то, вот так отгораживаться нельзя. Ну, это практика у нас же повсеместно. Ну, практика, да, это и пожарная безопасность, и с точки зрения общего имущества. Извините, вы отгородили часть общего имущества. Используете, допустим, две или три квартиры, используете часть общего имущества. В ТСЖ этот вопрос решается просто. Отгородились, хотите, пожалуйста. Принимается решение общего собрания, и вот эта вот территория закрепляется за вами, распределяется еще дополнительно на вас. И вы платите за нее. Потому что если в подъезде свет выключается, там старший поддом проходит утром и вечером, то там же никто не может даже проконтролировать. Оптимальный вариант, конечно, энергосберегающие лампочки поставить. Вот у нас в подъезде поставила управляющая компания, они горят, они используют очень мало электроэнергии. Поэтому... Следующий вопрос от Марии Николаевны. За ЖКХ не перечисляют, инвалидам за три месяца не перечислили за электричество. Говорят, ждите до июня. Люди должны каждый месяц ходить в пенсионное отделение. Когда и кто заставит управляющей компании вовремя передавать данные? Значит, процесс этот уже пошел. Процесс нормализации вот этой вот системы компенсации за ЕДВ. Почему? Потому что вся проблема была в чем? Управляющая организация, ТСЖ, должна передать данные управления соцзащиты. Сколько начислили? И передать данные, сколько человек оплатил? Вот эта вот система была выстроена не так, как хотелось бы. То есть вот эта информация не доходила. Более того, получалось так, что люди платили деньги, но было время, отчет, когда передаются данные. То есть они заплатили после того, как переданы данные. И вот эти суммы, которые они оплатили, не прошли в управлении соцзащиты. Мы подняли этот вопрос первый, по квитанциям. Значит, квитанции, управляющие компания и ТСЖ должны представлять жителям нам до первого числа текущего месяца. То есть они, как правило, нам передают 10, 12, до 10 мы должны уже заплатить. То есть чем раньше нам квитанции попадут, квартиры, да, уже расчеты у них, управляющие компании будут. Они могут переслать эти данные. Мы оплатили быстрее, эти данные переданы, и то же самое пойдет информация, сколько нам делать перерасчет вот этой компенсации. Это ждать до июня? Нет, конечно, это не до июня. Я думаю, что в ближайшие месяцы, апрель, май, все это будет решено. Просто получается ситуация, что люди порой не знают, за что они получили компенсацию. Они не знают, сколько они должны получать, и сколько получили. Вот почему мы говорим, что вот такое наглядное пособие, какое-то нужно сделать для жителей, чтобы по каждой категории жителей люди знали, сколько они могут получать ЕДВ. И когда получают, допустим, первое пришло, допустим, компенсация за электроэнергию, компенсация за воду. Хотя бы вот такие вот сопроводительные надписи были. Мы в министерстве, кстати, говорили об этом, потому что люди не знают, за что они получили эту компенсацию. Следующий вопрос. Почему расчет электроэнергии и воды на общие домовые нужды ведется в зависимости от площади квартиры? Он ведется не в зависимости от площади квартиры, общий объем, исходя из места общего пользования, а потом вот этот общий объем распределяется пропорционально площадям квартир. Потому что двухкомнатная, допустим, квартира, четырехкомнатная квартира и однокомнатная квартира. То есть люди платят по содержанию. Посмотрите сами. Они же по метражу платят. Сколько с одного квадратного метра за содержание, за текущий ремонт? И то же самое и за ОДН. Пропорционально вашей доле. То есть ваша доля вот в общем, в общей площади дома такая. Вот за нее вы платите. Где кран? Где можно взять на общие домовые нужды холодную и горячую воду для уборки подъездов и полива цветов? Тамара Львовна. Ну действительно, вот убирают подъезды. Нет, но краны, как правило, выводят с подвалов краны для полива. Они есть, они порой предусмотрены проектом. Если нет, обращайтесь в управляющую компанию. Там холодная вода, да? Холодная вода, да. А вот для уборки подъезда, вот допустим, требуется горячая, как Тамара Львовна предполагает. Ну и правильно может быть. Не, ну правильно, естественно, да. Где вот с горячей водой кран? Его нет. Вот это же тоже вообще не решен вопрос. Кстати, вот я последнее предложение написал в Москву вот по поводу Министерства строительства ЖКХ. Почему норматив на холодную воду ОДН и на горячую одинаков? Почему? Горячей воды используется, как правило, меньше. В два раза. Почему норматив холодный и горячий одинаков? Вот я попросил дать разъяснение, рассмотреть ситуацию, что изменить методику расчета норматива ОДН по горячей воде. Она должна быть в два раза меньше. Какие льготы положены пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны на оплату жилищно-коммунальных услуг? Ну это, наверное, все-таки управление социальной защиты. Да, да, социальная защита нужно обратиться. Это и больше вопрос, да. Валентина Петровна интересуется, почему берут комиссию за оплату за капитальный ремонт ЖСК? ЖСК, значит, не заключила договор с банками на сбор этих денег. Потому что фонд капитального ремонта была такая проблема месяц назад, решена она проблема. Сейчас можно без комиссии оплачивать практически везде. А в ЖСК, видимо, спецсчет у них. Спецсчет заключили, они открыли спецсчет в каком-то банке, но не заключили с ним договор. И поэтому банк, соответственно, берет за перечисление этих денег какую-то комиссию. Татьяна из Кенеля дозвонилась до нас еще до эфира. Но опять же вопрос, почему уменьшили инвалидам компенсации за жилищно-коммунальные услуги? Значит, давайте так, вот по компенсациям, давайте так, никто ничего не уменьшал. Вот реально, давайте рассуждать так. Вот льгота есть 50% на жилищно-коммунальные услуги, допустим. Берем мы такой вот вариант. 50% мы платим, допустим, 3000 рублей, 50% это 1500, по идее, да? Значит, есть региональный стандарт, есть нормативы, что выше которых нельзя оплачивать. То есть, если положена нам льгота 50%, она сейчас и реально дается, вот в виде компенсации. Потому что порой, вот была у нас единая ЕДВ, да, она была усредненная. Кто-то недополучал, а кто-то получал больше, чем положено. То есть не 50%, а 70% получал, 80% получал. Но это неправильно. Сейчас просто привели все в соответствие. Положено 50%, вот ты заплатил 3000, тебе положено 50%, ты полторы тысячи получил назад. Все, никаких вопросов. Саранская, 19, Нина Александровна. Воду для уборки подъезда и холодную, и горячую берут из квартир, где у людей стоят счетчики. Почему мы должны платить за общедомовые нужды? Ну, это неправильно. Конечно, это неправильно. И управляющая компания должна делать выводы, сделать краны, где можно будет уборщить, той же набирать эту воду. Или в подвале, или где-то выходить с подвала. А вот так с квартир, конечно, это нехорошо. Это неправильно. В Москве мы слышим очень сейчас актуальная тема хрущевок. У нас тоже миллионный город, тоже очень много хрущевок. Скажите, пожалуйста, вот заранее эта тема как-то у нас обсуждается? Конечно, уже речь не идет о сносе и воздвижении каких-то многоэтажек. Но все-таки вот может быть... Вот было заседание комиссии общественной палаты, когда мы рассматривали вопрос обманутых дольщиков. И вот здесь возникла проблема вот по этим нашим хрущевкам. И мы вышли с предложением в правительство Самарской области о том, что необходимо сейчас создать межведомственную рабочую группу, которая бы сейчас уже начала думать, что делать с нашими хрущевками. Потому что когда подойдет срок, и они станут аварийными, тогда уже поздно будет. Потому что их достаточно много одного, допустим, года выпуска. Что делать с ними? Это большие деньги. Поэтому сейчас надо заранее, вот с упреждением на 10-15 лет, уже продумывать вот эту систему. А что делать? Сейчас надо проводить, допустим, проверку всех домов, да? Техническую инвентаризацию такую проводить. Какие дома еще простоят 10-15-20 лет, а какие уже требуют какого-то вмешательства. И посмотреть, может быть, да, за счет фонда капитального ремонта, в первую очередь, пока есть эта возможность сделать это приведение в порядок этих домов. Либо смотреть уже какую-то региональную программу, федеральную программу надо делать. Потому что сам муниципалитет не в состоянии будет решить эту проблему, это 100%. Надо выходить сейчас на Москву, требовать опять продолжения вот этой вот работы фонда содействия и реформирования ЖКХ. В принципе, что мы уже сделали, мы обратились в Москву с просьбой продлить работу фонда содействия и реформирования ЖКХ. Потому что это серьезная организация, которая дает определенные деньги вот по переселению из аварийного жилья. И нужны сейчас средства, потому что муниципалитет, да и регион в целом, он не осилит эту проблему. Нужны федеральные деньги. Следующий вопрос от Бориса Игнатьевича. Многоквартирный дом, подъезд убирает ПЖРТ на Александра Матросова. Существуют ли санитарные нормы по содержанию подъездов? Уборщицу убирают один или два раза в месяц. Потолки грязные, окна грязные, стены грязные. Ну действительно, ну вот как у нас убирают? Ну это зависит, извините, от уборщицы. Это зависит в первую очередь от уборщицы. Если хорошая уборщица, она нормально убирает, она протирает и перила, и рамы, и окна моет, и все как положено. Есть постановление госстроя Российской Федерации, 170-е. Там четко прописано, когда, в какие сроки должна производиться влажная уборка, сухая уборка и так далее и тому подобное. Мытье окон и прочее. Значит, кстати, вот сейчас в стадии разработки новые стандарты управления домом. Значит, они будут приняты. Вот есть 491-е постановление, это общее имущество дома, содержание общего имущества. И вот это 170-е постановление, где написано, в какие сроки, какие работы должны выполняться. Их объединят в одно, и будут стандарты управления на квартирном доме. То есть единые, уже современные, новые, там все в одном документе будет четко прописано. Вопрос по больничному, вот обращаюсь, к Виктору Ивановичу никак не относится, поэтому уж извините, тут вот просто, что про работу больничную не оплатили и так далее. Ну, это совсем не ваша тема. Я хотела бы затронуть еще одну тему. Совсем скоро откроется дачный сезон. Многие будут уезжать даже на месяц, кто на два, а то и на три. Как будет производиться перерасчет? Это все остается в тех же правилах или будут какие-то изменения? То есть, что произошли какие-то определенные изменения, значит, это касается тех квартир, где не установлены приборы учета. То есть, нету прибора учета холодной и горячей воды. Если раньше уезжали люди на два на три месяца на дачу, потом приезжали, привозили справку садового кооператива, что они проживали там. И им за этот период делали перерасчет. Холодная и горячая вода и водоотведение, соответственно. То теперь, для того, чтобы сделать перерасчет, потребуется одна эта справка раз. И плюс акт о том, что приборы учета в этой квартире установить невозможно. Вот только тогда будет производиться перерасчет. То есть, смысл-то в чем? Что надо ставить приборы. Если вы уехали на два на три месяца, прибор стоит. Он ничего не покажет. Поэтому вам ничего не надо будет делать. По приборам учета еще есть новости и нововведения. Это касается установки, а, проверки факта невмешательства в эти приборы учета. Вот сегодня у нас кулибины есть в хорошем таком и плохом смысле, да? Скорее в плохом. Которые, да, используют магниты, подставляют магниты к этим приборам учета индивидуальным. Они останавливаются и не показывают. Значит, для того, чтобы этого не проходило, то сейчас разрешено управляющей компанией ставить антимагнитные пломбы. То есть, они раз в три месяца, теперь вместо шести месяцев, каждые три месяца они могут приходить к нам в квартиру и сверять данные прибора учета. Что мы показали и что реально в приборе написано. Они наклеивают на этот прибор антимагнитную ленту. Без нашего согласия это все разрешено законом. И если будет вмешательство, то есть кто-то поднесет магнит к этому прибору, а магнитная лента изменит цвет. Она становится темной. И при следующем приходе в эту квартиру изменение вот этого цвета будет являться основанием того, что будет составлен акт, что была попытка того, что прибор может быть изменен. Показания прибора могли быть изменены. И в связи с этим, если акт будет составлен, то на собственника будут наложены определенные штрафные санкции. За три месяца в десятикратном размере по нормативу ему будет произведено начисление. Ну, представьте, живет один, ладно, 7,9 куба холодной воды. В десятикратном это 79 кубов и умножить на 3 метра. Это 200 с лишним кубов, 200 с лишним тонн воды придется этому собственнику оплатить за то, что он попробовал поиграть с этим магнитом. Следующий вопрос. До Нового года платили за услуги ЖКХ нормально, ребенок инвалид. После Нового года убрали резко выплату за услуги ЖКХ по инвалидности. Не могут полностью погасить долг, который образовался после Нового года, поэтому не платят компенсацию. Получается замкнутый круг. Что делать? Значит, если у вас есть долг и вам не платят ЕДВ компенсацию за ЕДВ, вы должны прийти в управляющую организацию и подписать соглашение о рассрочке этого долга. Вот это соглашение будет являться основанием того, что вам компенсацию будут выплачивать. Понимаете? Это то же самое касается взносов на капитальный ремонт, фонд капитального ремонта. Приходится соглашение, подписывайте о том, что вы будете частично выплачивать этот долг. И это будет являться основанием, что вам не будут указывать, что у вас имеется долг. И компенсацию будут выплачивать в полном объеме. Новый дом в ЖК Волгарь. Живем два года. Без предупреждений прислали задолженности более трех с половиной тысяч именно на ребенка инвалида. А дому всего два года. И уже надо платить за капремонт. Значит, за капремонт, то, что платить надо, но последние поправки в 60 ГД были приняты. Это о системе капитального ремонта, наш областной закон. Значит, там дома новостройки, которые вот сейчас будут вводиться в эксплуатацию, там гарантийный срок пять лет. То есть пять лет люди не будут платить за капитальный ремонт. А вот что делать с этим? Три с половиной тысячи уже прислали? Ну, это смотря когда. Потому что этот дом сдан, если три года назад, тогда этих поправок не было. Тогда действовало правило, что после включения в региональную программу, по истечению восьми месяцев, надо оплачивать уже взносы. Сейчас это тоже, кстати, отменили. То есть включили дом в программу, надо сразу платить. Поэтому, если у вас эта задолженность, фонд капитального ремонта, дачная 24, на пятый этаж подойдите, там принимают жителей, а напишите заявление о рассрочке и подпишите соглашение. И этого будет достаточно. Ну, еще вопрос от Татьяны Валентиновны. Была в промышленном отделении судзащиты. На вопрос о перечислении компенсации за ЖКХ не ответили, хотя я просила расшифровывать мне все суммы. Ну, все правильно. И мы тоже самое просили, чтобы управление судзащиты каждый раз расписывало, за что пришла компенсация. Чтобы люди знали. Вот он посмотрел, допустим, ему положено 1500 компенсации или 800 рублей компенсация. Он получил 300 рублей. А за что? За холодный, за горячий, за отопление? Не знаю. Поэтому, чтобы он знал. Я получил 300, а мне 800 положено. То есть долг еще остался 500. Пока вот работники судзащиты, они неуполномочены. Пока они готовы, они к этому, слишком сложная вот эта система, они будут вносить туда изменения. И вот очень коротко, работают ли льготы с 70-80-летним за капремонт? Да, работают. А почему? Вот 70-летние 50%, 80-летние 100%, но должны быть выдержаны следующие условия. Это должен быть одиноко проживающий житель, собственник. То есть если в квартире... Спасибо большое, у нас время вышло. Одиноко проживающий, тогда будут льготы 50-100%. Спасибо большое за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. До свидания.